всем привет это agents of vect я сегодня в шляпе и на то есть очень веский повод дело в том что наш канал растет нас заметили и важные люди поделились с нами как перспективным проектом бета-правилами десятой редакции мы конечно же подписали india договор о неразглашении но камон вы же все это все эти слухи скоро увидите в сливах а нам хотелось бы хоть где-то быть на полшага впереди лампача привет андреев журавлев и так давайте посмотрим в десятой редакции вводится особое новое правило оно похоже на кубы судьбы или да у эльдар и мирикл дайсы у сестер битвы каждый батл раунд игрок тянет шесть карточек из особой колоды и результаты этих карточек позволяют сделать автоматически например charge попадание либо проход с его ну что-то в этом духе разные совершенно модификаторы таким образом мы видим что games workshop стремится к более стабильной игре и идет навстречу тем фракциям которые этой стабильности кто это в той или иной мере лишены грядущих правилах возвращается механика альянсов конечно переработанном виде не так как это было раньше и пока что не понятно как это будет играться дело в том что на данный момент в данных вот версиях правил есть некоторые просторы для обузов поэтому ну в общем то ждите примарис лейтенантов каждой армии для чего это сделано но первую очередь games workshop хочет продавать миниатюры и было бы очень разумным ходом с уходом с финансовой точки зрения как-то простимулировать тиранидовода покупать space marine касательно новых миниатюр мы уже видим что games workshop старательно отходит от пайнкаста пересаживается на пластик но пластик тоже не является лучшим материалом поскольку топ-менеджеры games workshop решают как можно сильнее снизить углеродный след и выбрать наиболее эко-френдли материал вместо старого пластика поэтому в будущем нас ждут миниатюры из асбеста возможно такие миниатюры будут крошиться много в найдет фото тюкать нам новые клеи зеленку или жидкую стекловатку еще одна новость по поводу миниатюр а дело в том что games workshop собирается выйти на рынке не самых богатых стран и она понимает что не все то могут себе позволить новые brilliant miniatures от этого великолепного издателя по этому games workshop выпускает свою линейку прокси модель вероятно они просто насмотрелись на некоторые батл репорт и фотографии где люди играют вархаммер бочонками из-под лото и понимают они поняли что мимо них проходят колоссальные деньги так что ждем фирменные картонные двумерные фигурки примарис лейтенантов лимитных и какие-нибудь вейв серпенты из бумаги естественно с клеймом с официальным штампом от games workshop еще одна новость касается авторских прав мы видим как games workshop старательно уходит от употребим их прошлом название фракции и вводит какие-то новые термины собственные собственного изобретения та же судьба ждет и космодесант десятой редакции они будут называться старый добрый адептус астартус теперь не space marine а soldiers of armor в официальном переводе на русский язык это будет звучать как бронедесант но нам другари принципе плевать на эту новость так что едем дальше важнейшее нововведение в 10 редакции которая перевернет вообще все правила дело в том что гв вняла мольбам игроков из европы и решила ввести нейтрическую систему ну наконец-то таки дело в том что в 10 редакции все изменения будут проводиться в сантиметрах ничего себе да с другой стороны это очень классный очень хитрый маркетинговый ход дело в том что самый крупный рынок это северная америка но в общем-то гв заставит их покупать всех новые рулетки очень классно еще одна новость дело в том что повесточка то работает вот смотрите у нас есть чернокожие космодесантники у нас есть темные ангелы и в будущем в 10 редакции нас ждут женщины космодесантницы имею ввиду брони десантницы теперь уже многого я тут не могу сказать что там по миниатюрам или что-то такое но как минимум я слышал то что в ордене ультрамаринов будет своя рота адепта астартес во главе с колгариной с выходом каждой новой редакции происходит продвижение и по бэку десятка в этом плане не исключение каде опала разлом все еще открыт и нас ждет объединение двух империй империум человечества и империя тау заключает альянс союзы подобного рода происходят лишь одним путем нас ждет свадьба императора кто будет со стороны тау кто-то из эфирных или shadow sun неизвестно во что будет одет император тоже пока остается интригой ну скоро вы сами все узнаете еще одна новость о миниатюрах games workshop старательно пытается довести warhammer до категории 0 плюс поэтому в будущем будет массовый отказ от оружия на миниатюрах возможно это связано с тем что большую часть акций корпорации games workshop принадлежит компании лего они являются активными антимилитаристами поэтому мы увидим как в будущем волкеры заметят рации мечи знамена и тому подобное нас ожидает новая коробка kill team без слова kill просто team и там банда тирамидов будет противостоять юным космодесантникам император юген те и другие будут вооружены лупами аптечками и стремиться друг на друга с широко распростертыми объятиями еще одна новость по поводу геймплея games workshop окончательно решила проблему первого хода дело в том что первый и второй ход игроки будут делать одновременно не пугайтесь такая механика уже давно реализована она отработана она уже давно применяется на такие игры как 3 герой до пошаговые вот современные третий герой там идут одновременные ходы по таймеру до какого-то именно определенного момента какой-то из цивилизации последних то же самое в мультиплеере введено и первый ход и во второй ход вам тоже будет чем заняться у нас пошаговый режим вархаммера будет начинаться с третьего хода первый и второй ход чем вы будете заниматься вы будете отстраивать базу да вы не ослышались изменение колоссальное конечно же у нас будет какой-то свой штаб строительные юниты золотой рудник но камон ребята мы все в это играли мы все знаем что с этим делать мы не потеряемся но помимо всего прочего нас ждут еще и морские бои будут карты с водой каждую фракцию ждут свои линейки кораблей то есть это будут линкоры эсминцы подводные лодки сейчас правда сложно сказать как будут играться сценарии на которых нет воды и что делать с кораблями если вы их взяли в ростер но это мы посмотрим потом увидим как это games workshop отбалансирует тем не менее я предчувствую новый виток срачей насчет воровства идею blizzard модельный ряд новых миниатюр не ограничивается тем что я уже упомянул выше дело в том что games workshop выпустит еще одну миниатюру это будет именной персонаж которого вы все знаете вы все его любите и вы все его ждете дело в том что нас ждет миниатюра императора человечества да да во время отстройки базы вы сможете подставить золотой трон ну по поводу характеристик этой миниатюры я могу только сказать что movement у нее будет 0 46 спас бросок на вранье и зоркость 17 и 17 правда эти цифры мало вам что будут говорить так как вы еще не видите общей картины но тем не менее скрестили пальчики и ждем огненную новинку огненную новинки модельного ряда на этом не заканчиваются новая фракция нам покажут империум с не раскрытой ранее стороны вот смотрите все города ульи все подземные кузницы все мега храмы они критически зависят от одной важной технической службы та которая обеспечивает движение по вертикали ведь лифты в сорок первом тысячелетии они не привязаны к тросам это будущее лифты ходят через варк и за это отвечает адептус элеватус альянс навигаторов техножрецов и механиков и на поле боя не будут представлены массой интересных и уникальных лифтов от малых пассажирских кончают гигантскими подъемниками класса император или класса лорда конечно их мувмент характеристика будет равна нулю но будет повальный дип страйк потому что они ходят через варп и могут выпасть в любую точку галактики мы все знаем что новые линейки новые миниатюры и новые фракции введенные прямо посреди редакции они чрезвычайно имбалансные и будут играть как не в себя поэтому ребята запасаем деньги копим средства на новые миниатюры на новую фракцию которая будет нагибать и побеждать на турнирах гроза меты адептус элеватус запомните и последняя но немаловажная новость на сегодня games workshop окончательно решила избавиться от проблемы выпуска новых факов от проблемы коррекции вордингов и постоянного переписывания правил в 10 редакции games workshop полностью отказывается от вординга как такового и новые правила будут выпускаться в виде картин но тут все дела скорее всего в том что половина новых сотрудников геймс воркшоп пришли из закрытых магазинов икея и они как никто другой знает как доносить простые истины в виде понятных картин что можно сказать по поводу всего вышеперечисленного в принципе это не самые мозговыносящие нововведения вспомните седьмую редакцию как тогда нам жилось ну а так давайте дадим гв себя удивить и напоследок еще одна новость которая не связана непосредственно с игрой в солдатиков гв распространяет свое влияние на разные аспекты медиа сферы под их контролем сейчас стриминговые платформы у них есть свои мультфильмы кино книги компьютерные игры и сейчас они выходят на рынок уличного шансона представляем вашему вниманию тизер альбома аквила на груди император молодец лидер бог он и отец император молодец лидер бог он и отец 200 грамм лосгану поставили с серегой за то что та марталка минула нас вчера безбилетный пассажир на барже в варпе рыщет рыщет сервочереп контролер меня сука ищет ищет маму больше не увижу никогда забирают нас в комору навсегда что ж ты пистолет достал, падла комиссар, падла комиссар встал дворнеец пред тобой, встал и не зассал, встал и не зассал как то я сам себе не верю как то я сам себе не верю а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok